Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот последние два дня я выкладываю видео о том, как я подкармливаю свои томаты. Это уже третье или даже четвертое, по-моему, видео. Все видео собраны в плейлисте подкормки. Если кто не видел предыдущие видео, я сейчас кратко пробегусь. Я сказала, что перед тем, как подкармливать томаты, нужно смотреть по внешнему виду. Именно по внешнему виду, каждого отдельно, ну там ряда или грядки. Вот я вам показывала, что у меня есть совсем хилые, которые я высадила до холодов. Холод пережили они плохо, их надо подкармливать, им азот нужен. Есть, которые очень хорошо выглядят, которые я высадила после холодов, но до жары, которые укоренились, им не нужен ни азот, ничего, им достаточно было просто золы. И, короче, самый худший вариант и самый лучший я показала. И тут, почему я начала именно с худшего и с лучшего, а средний оставила. А вот это у меня средний вариант грядка. Она и неплохая, и не хорошее состояние. Я ее высадила после холода. Но как только я ее высадила, сразу началась жара, они не успели укорениться. И они стояли, мучились всю жару. Тут был такой суховей, их трепало листья, они пожелтели, повяли, упали. Они были, конечно, без кольев. Я терпеливо ждала, когда они оправятся, потому что первые 10-12 дней я рассаду не трогаю после высадки. Я уже сказала, это у нее режим покоя. Она укореняется, если она сильная, она сама пойдет в рост. Вот она укоренилась, все, она обросла, новая у нее зеленая масса. Она хорошая, хуже той, которая толстая, которую я только золой подкормила, но лучше той, которая хилая, которая комплексом подкормила. И вот у многих рассада вот в таком состоянии. Женщина одна тоже спрашивает, подхожу к томатам, вроде хорошие, вроде зеленые, и думаю, подкармливать или не подкармливать. Вот именно про такие томаты среднего состояния, которые вроде бы хорошие, нужно ли их кормить? В этом случае я вам посоветую вспомнить, подумать и вспомнить, в какой грунт вы их посадили, какие добавки вы делали, и исходя из этого мы будем думать, кормить их нужно или нет. Я вот про свои сейчас расскажу. Если первую грядку я высаживала спокойно, у меня было много времени, я добавляла туда залу, рыбную муку в каждую грядку, перегной, мне сын помогал, носил, то эту грядку я высаживала наспех, потому что холода закончились, и время поджимало я быстро-быстро-быстро, никакого перегноя я не добавляла, просто в голую землю. Еще подумайте о том, какая у вас земля, бедная или жирная, плодородная. У меня очень бедный песчаный грунт, если я не добавляю перегноя, значит им азота на весь сезон не хватит. Раз перегноя нет, в грунте у нас тоже мало гумуса, бедная почва, значит все-таки азот им нужен. И вот это состояние ихнее, вроде хорошее, зеленое, оно обманчивое. Это вот пока они вот такие маленькие, небольшие, им хватает чего-то там на первых порах. Потом, когда начнут наливаться плоды, цветущий, плодоносящий томатом, все равно нужен комплекс и азот, и фосфор, и калий. Поэтому у каждого будут разные варианты. Если у вас плодородная жирная земля, если вы удобрили весной, если вы положили в лунку все, что вам нужно, возможно, вам и не нужна вообще никакая подкормка, но если же земля у вас бедная, и весной вы не положили туда, не добавили чего-то жирненького, тогда, конечно, азота не хватит на весь сезон. А вообще, вот в таком состоянии, фосфор и калий нужен обязательно, непременно, даже если вы весной что-то добавляли, для цветущих и начинающих завязывать плоды, и наливать плоды, нужен фосфор и калий. Если у вас нет, вот я в качестве фосфора и калия всегда добавляю золу, у кого нет золы, добавляют или двойной суперфосфат. Есть вот средство монофосфат калия, тут именно для подкормки растений, вот в такой период, тут написано, вот первая подкормка, вторая подкормка, первая прошла уже, ее нужно было делать, я ее не делала, вот вторая, тут достаточно одной чайной ложечки, или одной столовой, на ведро, столовая ложка без верха, на ведро 10-литровая воды, или при поливе, или как-то, но фосфор и калий нужно вносить, если у вас нет натуральных удобрений, воспользуйтесь вот такими, или суперфосфат, или монофосфат калия. Обычно, если фосфорное, калийное голодание у растений, урожая хорошего не получится. Ну, кто сторонник, например, натуральных средств, будут заменять натуральными средствами, будут где-то покупать или искать золу, у кого нет золы, и кто не хочет этих проблем, можно добавить вот такие фабричные удобрения. У нас огородники делятся на две части, и те, и другие, они все по-своему правы, потому что, если человек работающий, он не будет где-то бегать, натуральные удобрения, одну чайную ложку на ведро добавляете, и вы подкормите фосфором и калием. Все, я сейчас буду закругляться, и вот каждый вот в таком, в этом случае, если рассада у вас высадилась, она вроде хорошая, неплохая, нужно делать подкормку или нет, и какая будет подкормка у тех растений, которые не хилые, не слабые, но и не которые хорошо удобренные, такие жирные стоят. Думайте сами, что вы добавляли или нет, какая у вас почва, нужна ли им помощь в виде удобрения почвы. Вот я сразу скажу, раз я не ложила весной перегной, значит, я все-таки азот, сейчас во время этой подкормки, буду добавлять. Это будет или комплексное удобрение, азот фосфор, калий, или буду раскладывать перегной в каждую лунку, ну что, вряд ли, это уже у меня по времени не получается, потому что сейчас надо все подвязывать остальные, все посынковать, формировать кусты. Это я сразу говорю, что у меня на это время не будет, у кого есть время, можно полить в качестве азота и птичьим пометом, и травяной настойкой, но если они у вас вот такие зеленые хорошие, то травяными настойками, птичьими пометами не увлекайтесь, а если будете травяной настойкой поливать, добавляйте туда залу или немножко суперфосфата, чтобы удобрение было комплексное, а не только азотное, потому что трава и птичий помет, это только азот, а нам нужен еще фосфор и калий. Все, вот это последняя группа томатов, про хилых мы поговорили, про жирных мы поговорили, и про средний, вот такой внешний вид средний, он вроде бы хороший, но требует поддержки. Вы поверьте мне, что если сейчас их не подкормить, то их хватит только, возможно, до наливания плодов, потом у них начнется голодание, потому что у меня здесь ни азота нет, ничего я сильно здесь не добавляла, и в результате будет маленький урожай. Я все-таки буду подкармливать, чтобы был здесь и азот, и фосфор, и калий. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова